Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Вот тут оставлю, как найти меня в социальных сетях. Сегодня в этом выпуске мы поговорим, во сколько же нам обошелся переезд на Шри-Ланку. Те, кто давно на нас подписан в Яндекс.Зене, то, скорее всего, уже читали эту статью, а если не читали, то ничего страшного, прямо сейчас в видео об этом поговорим. Ну а если вы не подписаны на наш Яндекс.Зен, не подписаны на группу во ВКонтакте, то ссылочки есть в описании, обязательно это сделайте и подпишитесь. И да, мы на Шри-Ланке. Ставьте лайки этому выпуску, пишите свои комментарии, поддерживайте выпуск репостом в свои социальные сети, ну и, конечно же, погнали слушать расходы на этот переезд. Занимаемся чем только можем, чтобы он не скучал. Хочу начать с того, что нас 5 человек. Я, Настенка, Артемчик, Радюшка и Мирошка. На Мирошку, кстати, билет не бесплатный, он стоит пару сотен рублей, но, тем не менее, за него тоже пришлось какую-то часть доплатить. И сейчас по порядку будем разбираться, на что мы тратили деньги. Возможно, у вас получится так же, если у вас столько же детей. Возможно, у вас будет меньше, если у вас меньше народа. Ну, собственно, сами вычитайте, делите и так далее, и то подобное. Получите сумму на себя. Но, опять-таки, цены всегда меняются, поэтому это наша личная информация. Первое, с чего началось наше путешествие на Шри-Ланку, это, конечно же, с решения. Ребятки, вообще не верится. Мы это сделали, и мы купили билеты, и полетим мы вместе с вами на Шри-Ланку. Почему мы выбрали Шри-Ланку, тоже много раз про это говорили, потому что нам нужно еще вернуться в Турцию, так как у нас осталась машина в Турции. Ее нужно забирать в конце апреля, либо лететь и продлевать срок нахождения там на таможне. Шри-Ланка оказалась вторым по бюджету, вариантом. Первый был Гоа, у меня там, кстати, брательник, но мы выбрали Шри-Ланку из-за природы, и, конечно же, по деньгам. По деньгам сюда перелет дешевле, чем в Таиланд, во Вьетнам, в Индонезию, Филиппины и так далее, и тому подобное. Поэтому Шри-Ланка. Все-таки нас 5 человек, и билеты достаточно затратная история. Второе, что мы сделали, это оформили всем визы. Визы оформляли вот на вот этом вот сайте, онлайн на 180 дней. На самом деле это не является оформлением визы, это больше считается как разрешением въехать в эту страну. Да, делается онлайн. И тебе как бы разрешают, приходит на e-mail подтверждение, что тебе разрешили. Так должно быть. Но нам ничего не пришло, мы зашли просто на сайт, ввели свой номер, и там было написано уже непосредственно, что да, вы можете прилететь. Визу мы делали буквально там за несколько дней до вылета, делали мы ее еще не купив билеты. Так как у нас дети, при оформлении мы вписали детей и мне в визу, и Настенке в визу. Ну, так сказать, перестраховаться. Но по прилету оказалось следующее. Мы когда подошли на паспортный контроль, дали все паспорта, нам вклеили визы на 180 дней, а на детей ничего не сделали. И он нас отправил в окошко, где делают визы всем. То есть вы можете и прилететь туда, и по факту уже сделать, как я понимаю, но чуть дороже и чуть меньше. Там, по-моему, на 30 дней дается. Но смысл в том, что мы вписывали детей изначально в онлайн, чтобы мы сделали на 180, но по факту им вклеили только на 30 дней. И что с этим делать, я не знаю. Возможно, нужно будет просто ехать в аэропорт и продлевать, а возможно, нужно забить. Если вы точно знаете, что с этим делать, и вы тоже были в такой же ситуации, напишите, пожалуйста, в комментариях. Цена на визы 50 долларов на взрослого человека, дети до 16 лет бесплатно. У нас вышло чуть больше 100 долларов за двоих, потому что мы оплачивали картой, и там берется совсем небольшой процент. Поэтому его можно не учитывать. По сути, 100 баксов на двух взрослых. Следующее, что нужно оформить, конечно же, это страховку. Я рекомендую пользоваться двумя компаниями. Это Тинькофф и Екта. Выбирайте свое, как хотите. Ссылочки там есть в описании для более выгодного оформления. Ну а теперь о билетах на самолет. Так как нас пятер, я уже говорил, перелет выходит накладный, поэтому мы искали как можно дешевле и подстраивались под даты, чтобы было максимально дешевле. Мы нашли такие билеты и немножко раздробили наш перелет. То есть мы сначала летели из Анталии, летели до Стамбула. Это был отдельный рейс. Там мы задержались, ну, грубо говоря, на сутки, переночевали и потом отправились в аэропорт Новый из Стамбула. И там уже улетали непосредственно на Шри-Ланку. Билеты из Анталии в Стамбул нам на всех обошелся в 13 346 рублей. Стамбул, Шри-Ланка, то есть Коломбо, мы делали пересадку в Шарджи. Эти билеты нам обошлись в 117 800 рублей за всех. Для более выгодного бронирования также я ссылочку оставлю на авиасейлс. Обязательно тоже пользуйтесь моей ссылкой. И вам приятно, и мне небольшой бонус будет. Еще небольшая деталь. Из Анталии в Стамбул мы летели с полным багажом на нас всех. Из Стамбула в Коломбо мы летели только с одним багажом и оформляли на меня. То есть сначала я купил билеты всей семье без багажа, а потом купил себе отдельный билет с багажом. Так было гораздо-гораздо выгоднее. Для того, чтобы нам добраться до аэропорта, мы воспользовались услугами трансфера. Почему? На самом деле можно доехать на такси, но это, как показал наш опыт, дороже даже, чем трансфер. Можно съехать на автобусе, но это не очень история, учитывая, что впереди долгий перелет. Поэтому мы заказали трансфер, который стоит 70 евро. И вот так вот с комфортиком мы доехали до Анталии, до аэропорта. В самом аэропорту Анталии мы, кстати, тоже покушали. И вышло тоже это в какую-то сумму. Я, честно говоря, не помню, но плюс-минус цена такая нормальная, адекватная. Но опять-таки нас было 4 полноценных человека, кто любит покушать. Мирошка чисто так, немножко. В самолете Анталия-Стамбул кормили, но только тем, кому это нужно было. Мы взлетели, они выкатили свои тележки быстро. Кто-то купил еду, мы ничего не покупали. Приземлились в Стамбул, и дальше началось приключение. Мы решили, что почему бы нам так не попробовать. И зашли в Стамбульское метро. Сказать, что это был трэш, ничего не сказать. Потому что у них своя система, своя какая-то покупка карт. Мы очень сложно впекали в эти аппараты. В итоге кое-как у нас получилось купить эту карту. Но потом, как оказалось, что каждая пересадка оплачивается отдельно. Налички с собой было очень мало. Короче, геморрой был конкретный. Но смысл в том, что на Стамбульское метро мы потратили порядка 500 рублей и вышли оттуда. А после этого мы поехали до финишной точки, то есть до жилья там на такси. Потому что нереально было ехать. В Стамбуле еще было холодно. И мы сделали пересадку на открытую ветку. И были в кофтах, очень замерзли. Такси до жилья нам обошлось в 100 лир. Это 377 рублей, где-то так. И упали, как говорится, отдыхать. Из жилья, в котором мы переночевали, до нового стамбульского аэропорта мы также заказали трансфер, чтобы не мучиться в метро. И трансфер нам обошелся в 35 долларов. И еще у нас был один трансфер. Это уже непосредственно из аэропорта Коломбо до нашей виллы, собственно, где мы и остановились. Эта цена была 65 долларов. Теперь жилье. Жилье было в Стамбуле, которое находилось в старом городе. Мы очень хотели там погулять. Но из-за того, что нас перенесли рейс в Анталии на пару часов, мы погулять не успели. Потому что стемнело. Но в любом случае, немножечко погуляли. Жилье в Стамбуле нам обошлось в 2 300 на наши рубли. Следующее жилье уже было здесь, в Унаватуне, которое нам обошлось в 390 долларов за месяц. Теперь давайте поговорим про питание. По билетам, которые мы покупали, обед и еда никакая не была включена. И мы даже немножко расстроились, потому что были перелеты по 4,5 часа. Но там можно было купить за деньги бутерброды или обед. Мы обедали в аэропорту до посадки. В среднем обед обходился на нашу семью в 2 500 рублей. В общем, на все приемы еды, включая перекусы и снеки, мы потратили 10 тысяч рублей за весь путь. А он составил в совокупности 2 дня. Ну и сейчас можно на самом деле подвести итоги, сколько же мы всего потратили. Давайте прямо здесь сейчас будет все высвечиваться. Виза на двоих 180 дней 7 тысяч рублей, то есть 100 долларов. Билеты 131 147 рублей. Транспорт 13 тысяч рублей. Жилье 30 тысяч рублей. Еда в пути 10 тысяч рублей. Более того, наш переезд на Шри-Ланку нам обошелся в 191 147 рублей. Повторюсь, семья из 5 человек. Возможно, мы даже какие-то мелкие траты упустили, но тем не менее, мне кажется, достаточно крупненько. Но если мы бы летели на Бали, либо в Таиланд, либо в Вьетнам, как изначально планировали, то переезд бы был в 2, а может быть даже в 3 раза дороже. Ну вот, собственно, все. Пишите свои комментарии, как вам цены, как вам расценки. И вообще, возможно, кто-то напишет лайфхаки, где можно было бы сэкономить. Также ссылочки на выпуски из Шри-Ланки я прикрепляю. Обязательно посмотрите. Ну и если не подписан наш канал, то обязательно подпишитесь. Прямо сейчас сделайте это. Ну и, как всегда, все важные ссылочки есть там, в описании к этому видеоролику. Я буду с вами прощаться. До нового выпуска. Пока.